Итак, рада приветствовать вас на рекламном семинаре по курсу Яндекс.Директ, базовый уровень, первый, который посвящен как раз разработке рекламных компаний и базовым настройкам. Итак, наше сегодняшнее занятие называется «Как правильно написать рекламное объявление в Яндекс.Директ?». Итак, вкратце во мне о педагоге, который проведет сегодняшнее занятие. Меня зовут Прилепская Марина Борисовна, и я занимаюсь уже более 9 лет написанием рекламных компаний в Яндекс.Директе. Поработала как в рекламных агентствах, так и на стороне клиентов, и в том числе и на стороне нашего правительства. Там тоже есть интернет-маркетинг, и там тоже разрабатывается продвижение. Итак, вкратце о нашем центре. В нашем центре есть более тысячи разных курсов и более 150 преподавателей. Вебинары, прово короткие по темам курсов проходят у нас регулярно. Я рекомендую вам подписаться на наши рассылки «Добрый вечер» и следить за ними, чтобы быть в курсе последних тенденций. Итак, по поводу сегодняшнего занятия. Сегодня на нашем занятии мы узнаем, какие формулы используют для написания заголовков и текстов объявлений. Далее, как конкретизировать предложение, попасть точно в цель, имеется в виду в целевую аудиторию, ограничить, например, переходы лиц, которые не готовы купить товар, либо заказать услугу. Мы предположим, в силу цены высокой. Как поднять, ну не поднять, как увеличить CTR с помощью слов-магнитов, что любит наша аудитория, как стимулировать дополнительные переходы. И мы посмотрим, как выделить свое объявление среди конкурентов, потому что все мы находимся, участвуем в рамках аукциона. Аукцион пройти это по пути. Далее нам нужно, чтобы мы собрали хороший CTR. CTR – это показатель кликабельности. От CTR будет зависеть, сможем ли мы далее сэкономить наш бюджет и сможем ли мы, собственно говоря, занять более интересные позиции, нежели чем наши конкуренты. Итак, наш курс, он входит в серию, в цепочку курсов по программам дипломам директора по маркетингу и состоит на самом деле из трех частей. Трех частей – это Яндекс.Базовый уровень, где мы смотрим базовые настройки, пишем мою первую рекламную кампанию. Потом, далее идет у нас курс, связанный с оптимизацией того, что вы уже написали. То есть предполагается, что после первого проходит определенное время. Вы нарабатываете показатели эффективности, собираете данные для аналитики. И на втором курсе мы как раз разрабатываем мир, чтобы добиться еще лучшей эффективности, больших звонков, большего количества лидов и так далее. И есть еще третий уровень, третий уровень, который готовит к профессиональной сертификации в Яндекс.Директе. Итак, по поводу того, что вообще идет в базовой части и где находится написание текстов в общем полотне курса Яндекс.Директ. Итак, перед тем, как приступать, естественно, к написанию объявлений, нам нужно с вами зарегистрировать аккаунт в Яндекс.Директ, его настроить. Далее, организовать структуру аккаунта, то есть обдумать, какие рекламные кампании мы откручиваем по направлениям, какие регионы у нас будут представлены в рекламной активности, будут ли у нас дневные отдельные рекламные кампании, ночные, будут ли у нас отдельные кампании по брендам, по направлениям товаров и услуг, кстати, по конкурентам. У нас прекрасно идут рекламные кампании по конкурентам. Запросы в поиске не являются у нас объектом авторского права, поэтому можно использовать названия бренды, соответственно, конкурирующие с вами, но, естественно, мы не пишем в объявлениях, что мы предлагаем услуги либо товары, которые, ну, не называем себя в объявлениях как непосредственно конкурент. Потом, после того, как мы обдумываем структуру, какие рекламные кампании мы хотим запустить, мы подбираем семантику, семантическую основу, ключевые слова, под которые будем как раз и писать наши объявления. Но подобрать запросы – это одна ступенька в разработке. Также нам надо посчитать бюджет. То есть сначала мы регистрируемся, думаем, какая у нас будет структура. Потом, какие запросы мы хотели бы включить, подбираем их, смотрим в бюджете, дорогие они или нет, подходят ли они нам с точки зрения количества переходов элементарно, потому что может не хватать трафика для достижения объема целевых действий. И после этого, когда мы определились с нашим медиапланом, парадокс бюджета у нас превращается в итоги в медиаплан, мы берем запросы после разработки медиаплана и как раз пишем наше объявление. После того, как мы написали объявление, мы их грузим, если пишем в Excel, либо можем писать еще в директ-коммандере, где программа, которая помогает автоматизировать ручную трубку по постоянному обновлению страниц, грузим объявления, настраиваем режим показов, настраиваем, выбираем стратегию показов и, естественно, соответственно, бьем на рекламную сетку Яндекса и на поиск. Итак, соответственно, написание текста рекламного объявления – это уже ближе к концу. Но сейчас мы все равно с вами потренируемся, потому что, зная, как лучше представить свои предложения в той же выдаче, вы легко сможете сформулировать и ваши, например, буклеты, рефлеты и, в принципе, ваши торговые предложения, если вы еще не определились, что же представить аудитории. Итак, соответственно, пусть полезен менеджер по рекламе, веб-маркетологам, все оптимизаторы и, в принципе, всем, кто хочет разобраться в Яндекс.Директе. И по итогу у нас удается свидетельство и удостоверение о прохождении курса. Итак, давайте с вами приступим и выясним, что же нам дано в выдаче. Откроем Яндекс. Но перед тем, как писать, нам нужно точно понять задачку, что нужно по задачке нам с вами сделать. Открываем Яндекс. Открываем Яндекс. Открываем поисковик. Вводим в поисковой строчке запрос. Предположим, купить квартиру в Москве. И вот перед нами выдача. В выдаче есть премиум-показы. Это первые четыре позиции, которые представлены после сразу поисковой строчки. Далее идет естественная выдача. И заканчивается страничка у нас с вами гарантированными показами. Также четыре объявления. Как вы видите, здесь везде текст. Здесь много деталей. И давайте теперь уясним, что тут у нас включено. Вот, например, блок первого места в премиум-показах. Или еще, да, ну, то многие называют первое место в спецразмещении. Итак, у нас с вами здесь есть «Купите квартиру в Москве». Это заголовок. Далее «Продажа гарантийный сертификат. Обмен без доплаты. Выгодная покупка». Это у нас «Быстрые ссылки». Потом «Ссылка на сайт». Далее «Основной текст объявления». Мы поможем вам. Быстрая покупка квартиры. 19 лет на рынке недвижимости. Вот это основная часть наша с вами. Потом идет более 17 тысяч объектов. Ответственный подход. Профессиональная команда. Это дополнение. И заканчивается объявление. Контактная информация. Контактная информация – это у нас виртуальная визитка. Итак, вот здесь вот у нас с вами полный состав объявления по формату «Яндекс.Директ.Выдача». Итак, соответственно, у каждого элемента из данного объявления есть свои ограничения. Например, заголовок – это у нас всего 35 символов. Текст самого объявления – 81 символ. Быстрые ссылки. Одна ссылка может быть максимум 30 символов, а суммарно все четыре – не более 66. Далее, отображаемая ссылка. Это у нас с вами вот как раз часть, которая дописана русским языком после доменного имени «Продать квартиру». Может быть, не более 20 символов. Уточнения. Идут у нас не более 66 символов, более вот 17 тысяч объектов. Ответственный подход. Профессиональная команда. И виртуальная визитка. Виртуальная визитка. Особых каких-то таких вот ограничений по ней нет. Но суть в том, что виртуальная визитка, она у нас как раз вот оформляется. Но здесь она, к сожалению, полностью недооформлена. Сейчас письмо почему. Виртуальные визитки обычно все упускают, недописывают информацию об услугах товаров компании. Здесь вот, например, агентство НИЦ идет. И в виртуальной визитке у нас обычно идет еще и карта со схемой, где находится компания. Итак, виртуальная визитка помогает сделать объявление законченным и на самом деле занять как можно больше места на странице. Итак, какие у нас с вами элементы объявления должны быть обязательно написаны, чтобы мы оказались в выдаче, без чего у нас не может состояться объявление. Вообще, в принципе. Дело в том, что может показаться, что здесь все необходимо написать. И без всех этих элементов, которые я озвучила, ну, скажем так, не получится никак показаться. Вот формат таков, какой есть, как трафарет, и по-другому никак. Как вы думаете? Телефон должен быть. Контактная информация. Вы молодцы. Как раз вы на самом деле сделали сейчас уклон на то, что многие опускают. Но контактная информация не является обязательным для того, чтобы начался показ объявлений с точки зрения его написания. Я хочу сейчас сразу поправить и пояснить, что сам телефон и контактная информация в заголовке и в основном части текста, вот где мы поможем вам, по требованию модерации писать нельзя. Поэтому как раз у нас есть виртуальная визинка. Итак, давайте еще минутку посмотрим на это объявление и подумаем, что с точки зрения самого Яндекса обязательно должно присутствовать в объявлении. Ключевые слова. Ключевые слова, по которым вы показываетесь. Все правильно. Ключевые слова, потому что это элемент, с которым вы таргетируетесь, по которым как раз идет показ. Так, я поясню, наверное, вашу мысль. Прошу? С ключевыми словами. Ключевые слова у нас должны быть в тексте самого объявления. Видите, купить квартиру в Москве включено в заголовок, поэтому заголовок у нас выделяется жирным шрифтом. Второе объявление, ищите квартиру, не содержит купить и в Москве, поэтому оно не такое яркое. Итак, ну что ж, поясняю. У нас с вами обязательно в объявлении должны быть заголовок и текст. Вот перед вами пример, который сделан буквально два часа назад. То есть это реальное будущее на данный момент. Натяжные потолки-запрос. И по натяжным потолкам, если смотреть все объявления, то есть у нас объявление третье, второе в этом списке. Фабрика удивительных потолков. Ссылка на сайт и дарим светильники с натяжными потолками. Вот это тот минимум, который нужно написать, чтобы наше объявление отправилось на модерацию, чтобы мы показались. Но, как видите, оно голое. Позвольте немножко так съязвить. И, соответственно, не столь проработано яркое, как объявление первое, где есть три восклицательных знака подряд, один восклицательный знак, написана виртуальная визитка контактной информации и проставлены быстрые ссылки. Итак, соответственно, если мы торопимся, ну, скажем так, мы стараемся как минимум сделать все равно виртуальную визитку и прописать хотя бы базовые быстрые ссылки. Если вы посмотрите объявление третье на этом принтскрине, то ремонт квартир, домов своими руками, ссылка на сайт. Ремонт трудно начать, легко отложить и невозможно закончить. Запомните этот пример, он нам на занятии сейчас еще пригодится, когда мы будем смотреть, как развернуть данный текст. Итак, что у нас необходимо знать при написании объявления? Ну, необходимо, прежде чем приступать к составлению текста, помнить про то, что у нас есть модерация и наше с вами законодательство. Итак, ну, по законодательству у нас запрещена целая серия товаров, услуг для рекламной продажи. И есть еще дополнительные требования, скажем так, расширенные требования самого Яндекса. То есть есть модерация. И если вы не, ну, скажем так, нарушаете данные правила, вам все равно придется переписывать объявления и править их вот-вот, литературный, скажем так, язык. Итак, у нас запрещены жаргонные слова, грубые, просторечные обращения. То есть, хей, чувак, зарядись у меня, не получится написать. Потом, запрещена недоставленная информация, изначально вводящая в заблуждение. Если вы что-то обещаете на сайте, это должно быть представлено. Имеется в виду на посадочной странице. У нас запрещены агрессивные призывы, побуждение жестокости или насилия. Потом, многократные повторы одних и тех же слов или фраз. Ну, здесь можно увидеть на практике небольшие обходы. Да, ключевое слово можно повторить несколько раз в тексте объявления. Но в базовом все это запрещено. Так, контактную информацию мы пишем только в виртуальной визитке. У нас может быть с вами такая ситуация, когда нужно написать объявление как на русском, так и на английском языке. Дело в том, что просто объявление на английском языке написать не получится. Написать необходимо, если вы употребляете английский язык, то, соответственно, ставите слэш и дописывайте перевод на русском. Потом, у нас запрещен трагический контент, трагическая тематика. По трагическим контентам я имею в виду всевозможные слова из серии убийства, гибель, смерть, террор и так далее. Нельзя угрожать. То есть, если ты ко мне на сайт не перейдешь, то все, конец света нас купят и так далее. Запрещена разрядка. То есть, мы когда пишем слова с буквы в слов через пробел, и запрещены заглавные буквы, если это не бренд. Вот если это бренд, который действительно зарегистрирован заглавными, большими буквами, написать это можно. Но, естественно, придется заставить соответствующую документацию и доказать, что это писать необходимо исключительно следующим образом. Только большими буквами. Например, калевые и так далее пишутся заглавными буквами, насколько я помню. Поэтому в рекламе встречаются крупные напоминания. Ну, большие буквы встречаются. Итак, что разрешено? Помимо того, что запрещено, есть то, что разрешено. Четкое определение объекта рекламирования. Что мы конкретно предлагаем? Какой товар, услугу, по каким ценам, где, за что, почему и так далее. У нас, на самом деле, разрешены превосходные степени. Самый лучший, самый выгодный, потрясающий и так далее. Но с поправкой. Если вы обладаете исследованием независимым, которое подтверждает это, или, например, выиграли премию или международный конкурс, который подтверждает, что вы лучший в своем сегменте, в своем направлении. И, например, вот если брать сферу недвижимости, там, кто выиграл, не выиграл, получил признание ФИОПСИК, он может писать «Лучший застройщик». И, соответственно, это используется при условии, что на сайте стоит ссылка, подтверждающая на ФИОПСИК, что данный застройщик выиграл премию и признан действительно на международном уровне одним из самых лучших. Итак, у нас разрешено вхождение, естественно, ключевых слов, указание цен, скидок акций и разумный креатив. Итак, напомню, что мы пишем все наши объявления. С одной стороны, чтобы у нас было максимум переходов на сайт, а с другой стороны, чтобы у нас был высокий CTR. CTR – показатель кликабельности, клик-тру-рейт, количество кликов, деленное на количество показов, умноженное на 100. Предположим, у меня было 100 показов и было 10 кликов, соответственно, мой CTR – 10%. Чем выше мой CTR, тем я могу занять более интересное положение на странице. Итак, соответственно, продолжим с вами. Продолжим мы следующим образом. Как вы пишете обычно текст? Расскажите мне. Вы уже наверняка писали текст. Имеется в виду, ну, какие-нибудь… Вот нужно что-то предложить, да? Например, своему руководству. Или предложить своим посетителям магазин в реальности. Вы будете наверняка составлять, убеждать, что вам нужно прийти. Ваше предложение самое лучшее и так далее. Что бы вы включили в текст? Давайте сейчас на буквально минуту представим, представим, что речь идет не о таких маленьких форматах, как 35 символов и 81, а представим, что все-таки у нас есть лист А4, который дает больше поля для фантазии. Так что же вы, например, туда бы включили? Ну, какие-то, может быть, прийти, назвало там, внимание. Прекрасно. Прекрасно. Это хорошо. Так, что бы еще? Характеристики какие-то товара. Характеристики товара. Так, тоже хорошо. Что еще? Давайте сейчас подумаем, соберем. Просто дело в том, что когда обычно садятся писать объявления, особенно если начинают, то это просто вот такое вот онемение, потому что маленький совершенно формат, а с другой стороны, либо очень много хочется сказать, либо если человек не занимался там журналистическим какими-то творчеством, да, это бывает, и даже сложно сформулировать свои мысли. Итак, у нас есть описание товара, у нас есть внимание. Что еще? Что было еще включить в текст? Ну, давайте посмотрим. Превосходные характеристики товара. Превосходные. Обратите внимание. Да, если мы можем доказать, что мы превосходны, ну, реально лучше всех. Так, что бы еще сделали? Ну, давайте. Пластиковые окна от производителя. Акция, скидки, подарки, низкие цены. Звони сейчас. Минимальные сроки. Гарантия 8 лет. И вот вниз. Ремонт трудно начать, легко отложить и невозможно закончить. Ремонт квартир, домов своими руками. Да? Указать, что урок акции. Да, правильно. Так, что еще? Итак, давайте подсказывать, буду помогать. Итак, чтобы проще сориентироваться, запомнить, как написать любой текст, особенно продающий, особенно маркетинговый, у нас есть формула. Совершенно такие, на самом деле, несложные, их легко запомнить, но они выручают по жизни, даже если нужно не писать, а что-то рассказать. Итак, одессе. Офер, дедлайн и колтуэшн. Офер – это как раз что мы предлагаем. Товар наш, услуга, его цена, его обслуживание, например, гарантийные, допустим, бесплатные, всевозможные скидки, всевозможные акции. То есть оффер. Оффер – это, ну вот если вы устраиваете на работу, да, вас принимают, вам присылают официальный оффер. Вот оффер – это как раз что я предлагаю. Дедлайн. Как, до какого момента я это предлагаю? У нас, обычно, дедлайны забывают. Вот Виталий у нас прекрасно сказал, что у нас, нам нужно ограничить, нам нужно ограничить сроки. Так вот, если вы делаете какие-то скидки, акции, то вы должны обязательно сказать до какого-то времени. Если вы пойдете смотреть интернет и особенно контекстную рекламу, вы увидите скидки минус 50% и все, как будто они пожизненные. Мы же делаем с вами скидки, чтобы закрыть либо месяц, квартал, чтобы дожать наши продажи и так далее. Причем данная вещь у нас хронически продолжается. Сейчас рассмотрим примеры, и там будет как раз наглядно понятно, о чем идет речь. Итак, call to action. Звони, смотри, выбирайте, запишитесь, потом, допустим, регистрируйтесь и так далее. Да, призыв к действию. То есть что нужно сделать, чтобы это получить? То есть у нас есть предложение, приложение ограничено, приложение ограничено, поэтому вам нужно записаться, позвонить и так далее, и так далее. Ну, например, на экскурсию. Итак, вот перед нами пример, который как раз демонстрирует. Сейчас я увеличу print screen, и будет понятно, о чем идет речь. Итак, перед нами запрос «Пластиковые окна замер». Итак, «Пластиковые окна замер» имеет несколько объявлений. Итак, по этим объявлениям, первое состоит из «Пластиковые окна, цена 2190 рублей, дешевле нет, расчет за 5 минут, распродажа 15 дней, замер бесплатно». Итак, вот как раз 15 дней, они когда начались и когда закончатся. Что мы хотим сказать нашему с вами пользователю сети в данном приложении? Мы, наверное, можем ему сказать, что если вы придете и через год, то акции 15 дней будут продолжаться. Вот если вы после занятий возьмете, введете этот поисковый запрос, то вы как раз увидите продолжение, что там до сих пор, например, у некоторых 5 акций, хотя прошло уже много времени с момента данного принскрина, и акции все еще идут. Итак, если мы будем вспоминать оффер «Dedline call to action», в этом объявлении нам не хватает вызови замерщика, то есть не хватает призыва к действию. Потом посмотрим с вами второе объявление – «Бесплатный замер пластиковых окон». Да, соответствует нашему с вами запросу. Зима близко. До 20.11 теплые окна со скидкой до 34%. Звоните сейчас. Вот классический вариант – оффер «Dedline call to action». Оффер у нас здесь – теплые окна со скидкой. Дедлайн у нас до 20.11. И call to action – звоните сейчас. Дальше, опять повтор. Ура! Ура! Окна дешево, цена минус 65%. Без наценки. Окна пластиковые из завода, распродажа 15 дней. 15 дней когда начались? Сколько времени будет минус 65%? Ну, хороший вопрос. Да? Здесь также у нас не хватает кута экшена. Звоните. И следующий вариант – окна пластиковые. Окна бренд от производителя. Мы, кстати, с вами здесь бренд не назвали. И, соответственно, если мне данный бренд неинтересен, то я могу не переходить по этому объявлению. Если бренд есть в запросе, мы его пишем. Если нет, то мы стараемся не перегружать наше объявление. Есть дедлайн, но нет призыва к действию. Итак, смотрите, вот если к вам на работе скажут, что нужно представить сотрудника, или еще лучше, вашему, допустим, нужно организовать или представить нового человека, то, соответственно, опять же, оффер, наш специалист, дедлайн, он работает, он доступен, он будет с вами до такого-то времени. Обращайтесь по такому-то телефону. Универсальная формула ODSI, и, соответственно, она поможет написать не только объявления по контекстной рекламе, но и, в принципе, пригодится нам с вами пожить. Итак, помимо ODSI есть у нас формула AIDA. AIDA немножко сложнее, но тоже интересная. Вот у нас сейчас в аудитории сказали, чтобы вы написали, внимание, все верно, attention, внимание, цены обрушились. То есть мы сначала так вот пытаемся, грубо говоря, не то что обратить на себя внимание, даже шокировать. То есть только здесь, только сейчас внимание. Далее мы вызываем интерес, то есть говорим, внимание, только сейчас потолки из Германии по таким-то ценам. Далее, desire, заставляем желать наш товар. Например, сделаем замер или вторую подарим еще в подарок. И action, призыв к действию. Под action мы имеем в виду звонить, выбирай, заказывай замерщика. Итак, вот перед нами print screen. Настоящая Германия, 16 метров в квадрате, 5240 рублей, замер 0 рублей, звони. Итак, как раз здесь у нас привлечение внимания, натяжные потолки дешевле на 50%. То есть вау, внимание, дешевле на 50%. Интересно, настоящая Германия, хотим мы это получить, потому что цена очень привлекательная. И призыв к действию, звоните. Единственное, что здесь упущено, это deadline. Если бы добавить сюда deadline, что дешевле они только до 1 ноября, то эффективность была бы еще лучше, объявление было бы еще более помуждающим к действию. Итак, что нам нужно с вами делать для того, чтобы наше объявление не было расплывчато, как в примере с нашими с вами работниками из первого, сейчас скажу, предскрина, где я вам говорила про то, что можно и что, не то, что можно, а каков минимум в объявлении, каков максимум. Сейчас я вернусь к этому странице, вот эта страница. И ремонт квартир для домов, ремонт квартир для домов своими руками, ремонт трудно начать, легко отложить и невозможно закончить, да. То есть здесь как бы объявление, оно ни о чем, что здесь предлагается? Ремонт своими руками сделать. Ну, это понятно, возможно, есть статьи, рекомендации, как организовать, как составить смету и так далее. То есть здесь не хватает нам с вами конкретного предложения. Дальше. Пластиковые окна от производителя. Первое самообъявление на этом предскрине. Акция. Скидки, подарки, низкие цены. Звони сейчас. Минимальные сроки. Гарантия 8 лет, да. То есть тоже у нас здесь все собрали. Полный набор солянка и скидки, подарки. Но самого это предложение, что мы получим, обратившись в эту компанию. В чем суть-то акции? Акция – это скидка, либо какая-то скидка, которую можно в цифре узнать. Либо это подарок какой-то, например, из стекла, москитные светки и так далее. Здесь это упущено. Поэтому, когда мы с вами переходим к написанию текстов, мы обязательно с вами пишем конкретику, что предлагается. То есть наше УТП. Не пишем о своей фирме. Вот мы занимаемся поставкой, там, Сугут, Магадан и так далее. Это вас прочитает ваш с вами специальный клиент на странице, на которую он перешел. Если вы настроили соответствующим образом показ за объявление, то, соответственно, предполагается, что он уже кликает, и он попадет по тому региону, который ему интересен. Никаких абстракций. Вот эти скидки, акции, подарки – что это такое? Это не конкретизирует наше с вами предложение. И поэтому общими словами мы стараемся не писать. Также помним, что большинство у нас людей не читают дальше заголовка. Если заголовок не отвечает четко на вопрос по запросу, и либо он не соответствует запросу, то, соответственно, по объявлению, скорее всего, не перейдут. Так, краткий залог успеха. Да, чем короче, чем лаконичнее вы пишете. То есть, вот есть, если вспоминать, как азбуку можно, да, там, тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум, у нас вот каждое два слова в объявлении должны быть как законченная интервьюционная мысль. Вот, то есть звоните, это уже призыв, это всего одно слово. Акция до цифры, буквально три слова, но тоже завершили, и так далее. Потом, чем длиннее, тем меньше шансов, что прочтут, и можем использовать восклицательные знаки, максимум три. Итак, по поводу конкретики. Вот еще к вам прекрасный пример, конкретика нам не хватило. Конкретики здесь не хватило. Второй пример на пресс-крининшку, что жалюзи, карнизы рядом с вами, качество плюс гарантия. И что здесь мы хотим донести, что у нас, например, широкий выбор, например, есть возможность сделать под дизайн своего помещения, оформление окон, либо это ателье, или это магазин розничный, или это склад, и так далее, и так далее. То есть, в общем, но ни о чем получается. Далее. Монтаж натяжных потолоков мастера. Посчитаю натяжной потолок по телефону, оплата потолка после окончания монтажа. Вопрос, а как долго ты это будешь делать, а сколько это стоит, а потом, работаешь ли ты по всей Москве, по всей области, и так далее, и так далее. То есть, опять нет конкретизации, нет нашего с вами торгового предложения. Итак, что еще мы должны с вами помнить? Мы должны помнить, что если мы вводим запрос, берем запрос, вот как на примере на этом, FG Wilson P150-5, это модель, модель дизельного генератора, то в объявлении мы пишем именно про FG Wilson P150-5. Итак, в чем дело? Дело в том, что когда человек ввел такой запрос, он ищет уже конкретную модель, он определился, что ему это нужно. И вот выдача, и вот выдача. У нас только одно объявление, используя данное ключевое слово в своем тексте, прямо в заголовке. Это второе. FG Wilson P155, продажа, установка, обслуживание, ремонт по всей России. Итак, два объявления, а Airfree P150 не подходит, ну, тут, видимо, ошибка по подбору запросов, оно сюда не подходит, это совершенно другая вещь предлагается. P155 не дописано, что вообще конкретно здесь идет речь. P155 всегда в наличии, доступны цены, решение на гарантии, акции. Кто-то это P155. Ну, хороший вопрос. Итак, первое объявление здесь. Я решила, что она не будет конкретно отвечать на вопрос именно по данному бренду, по данной модели, написала генератор на любой бюджет, на постоянную работу реализировав, сэкономия на электроэнергию до трех раз. Что здесь не так? Здесь, опять же, в общем ни о чем. И, ну, как в общем ни о чем. Здесь конкретно, конечно, пишется про генераторы, но это общее предложение, не отвечающее на прямой запрос по данному бренду. И мы пишем максимально наше объявление с включением как раз FG вот этого, P155. Итак, давайте с вами разберем, что нам может еще пригодиться. Соответственно, мы включаем наше ключевое слово. Ключевое слово подсвечивается жирным шрифтом. Вот перед вами пример объявления. Я хочу сказать, что можно стараться и написать объявление вот даже таким образом. Это сделано было для конторы, которая занимается услугами юридическими. И здесь у нас с вами, сейчас я корректно это сделаю, на задний план. И здесь, и здесь был запрос бесплатная консультация адвоката. Что можно добавить к предложению бесплатной консультации адвоката? Ну, в принципе, наверное, ничего. Только во время, когда она еще оказывается. 24 на 7, либо с 8 до 7. В первом примере на данном предскрине бесплатная консультация адвоката прописана в три раза. То есть заголовок полностью соответствует ключевому слову. Далее, бесплатная консультация адвоката повторена дважды в основном тексте. И призыв в звоне. На самом деле, сейчас это уже выглядит немного как спам. Но с точки зрения набора CTR, это объявление полностью справилось. У него был CTR более 35%. Итак, давайте посмотрим с вами внимательно на это объявление. И решим, что здесь не совсем корректно. Внимательно посмотрите. Я уже вам рассказала, из чего состоит у нас объявление. Я вам рассказала, какие элементы обязательны здесь. И тут есть нюансы, всем ли видно. Все в том, что этот нюанс как раз характеризует, насколько человек подкован, скажем так, насколько у него сноровка в написании этих маленьких объявлений, разве насколько он, скажем так, глубоко углубился. Итак, давайте, посмотрите, пожалуйста, внимательно на то объявление с воскресательным знаком. Вас ничто там не настораживает, не смущает. Это вот именно тот вариант. На самом деле, простой посетитель может этого не заметить. Он видит как раз жирный шрифт, и что консультация бесплатная и бесплатная и бесплатная. Но профессионал это заметит. Самая верхняя, та, где стоит воскресательный знак. Вот она. Бесплатная консультация, бесплатная консультация, бесплатная консультация. Ну, да, она уже выглядит как спам. Данное объявление, я вам открою секрет, оно было написано даже мной, но оно было написано, как уже пять назад, то есть вера не проводить, это как пример, а как убивается место, и как можно потерять, ну, скажем так, в прижало степени доверия, или даже как можно, скажем так, смутить данного объявления. Ну, сейчас мы смущим повторы, например, большие. Тут помимо повторов есть еще два нюанса. В целом. Ну что. Так, я вижу вопросы от нашего слушателя на вебинаре. Сергей, да, презентацию можно будет получить, если вы напишите мне на почту. Адрес почтовый, сейчас я вам напишу в чате. Итак, ну есть идея? Нет идей? Вы молодец. Это очень мало кто видит, да. Здесь есть виртуальная визитка. Адрес, телефон, адвокат, ну, его адрес сайта. Потом идет метро. И если вы приглядитесь, то первая, вот, первая... Сейчас выделю. Не первая, а последняя ссылка. Вот, сейчас перекрашу ее. Вот. Последняя ссылка – это контакты. Быстро. То есть у нас есть контакты априори, если мы пишем виртуальную визитку. И при этом одно из мест, где мы можем дополнительно прописать, какие консультации мы оказываем, мы убили на контакты. Видите, потеряли место. Это вот видят только, ну, уже те, кто много написал. И если клава придет рекламной кампанией, будет подтверждать тексты, которые пишут для вас заказчики, вы видите в быстрых ссылках контакты, спросите, о чем он думал, когда это добавлял, если и так уже есть виртуальная визитка. Итак, что-то здесь еще не так. Что? Хорошо, Сергей. Сергей, между прочим, у нас видео будет доступно на канале на YouTube. Здесь есть нюанс, здесь есть еще цены. Видите? Вот я сейчас переместила. То есть у нас вроде бы как бы все бесплатное, но первая ссылка, ну, со которой прежде всего бросится в глаза, если читать эти быстрые ссылки, это цены. То есть мы написали, что у нас бесплатно, но вы знаете наши цены. А бесплатная консультация – это как приманка, чтобы позвонили, чтобы выяснить, работают ли специалисты с вопросом, по которым обращается потенциальный клиент. Если работать, то вы дальше с ним продолжите контакт и сделаете звонка действительно реального клиента. Но тут вот, получается, еще цены у нас появились. Ну, соответственно, опять же, если у вас что-то бесплатное, сама услуга прям, бесплатный замер, бесплатная консультация, вдруг появляются цены, ну, это может немножко так насторожить. Итак, что у нас интересно? У нас интересно и вот что. Сейчас давайте посмотрим, как мы можем оформить вот эти быстрые ссылки. А быстрые ссылки мы можем с вами оформить следующим образом. Вот сейчас у нас там были цены, контакты, были у нас с вами что-то там, а компания еще было. Так вот, у нас есть с вами прекрасная такая вещь, как возможность в быстрых ссылках разворачивать каталог наш. Вот, например, здесь запрос телефон Samsung Galaxy S7 и объявление состоит из купите телефон Samsung Galaxy S7, то есть указана модель, телефон, и быстрые ссылки это S7 черный, S7 золотой, серебряный, розовое золото. Вот, то есть если вы интернет-магазин, либо если вы, у вас есть модификация, например, того, что вы продаете, то быстрые ссылки, это как раз прекрасный вариант, чтобы включить ваше ключевое слово еще раз текстное объявление, сделать его максимально ярким, светящим светом. Например, если это квартира, то вы можете писать, она комнатная, двухкомнатная, трехкомнатная и так далее. Если это, допустим, что-то связанное с витаминами, то витамины для детей, мужчин, женщин и так далее. То есть вот быстрая ссылка, это как раз возможность еще до перехода продемонстрировать и показать, что вы обладаете полностью всем, что может понадобиться вашему потенциальному клиенту. Итак, что еще у нас здесь есть интересного? А вот что у нас есть интересного. Диалог в тексте объявления. Вот мы производим продукцию 35 лет, тали, вали, мы, та-та-та-та-тан. Так, привезем, доставим, упакуем, отциклюем, обучим и так далее. Например, да, вот диагностика ДГУ. Диагностика ДГУ. Итак, требуется диагностика ДГУ. Это вот у нас последнее вот это вот объявление. Нет заливки. Контур красный. Вот. Требуется диагностика ДГУ. Сейчас я вернусь, секунду. Обращайтесь к качественному обслуживанию и ремонту ДГУ. Доступно, оперативно. Ну, здесь немножко нарушена последовательность. Обращайтесь, логичнее в конце поставить. Но здесь начинается как раз диалог. И это, ну, скажем так, утвердительное уже... Ну, сначала вопрос вы задаете, а потом утверждаете. То есть это такой вот тоже неплохой, хороший прием. Итак, помимо данного приема у нас есть еще, например, вот такой пример. Ищите много подарков до 3 тысяч рублей. Вот он. У нас можно купить штук 10 подарков на 3 тысячи рублей. Доставка бесплатная магазин. Ну, не могу сказать, что это по-русски написано, но идея, что можно начать диалог в рекламном объявлении с потенциальным клиентом здесь продемонстрирована. Итак, помимо данного варианта есть у нас с вами прекрасный пример, как вот сломался жесткий диск, восстановим данные. Вот он пример, да. То есть у меня запрос ремонт съемного жесткого диска. И здесь прям уже так вот у вас сломался, мы восстановим. Установим 100% данных жесткого диска в лабораторию. И далее пояснение в дополнительном, ну, в дополнительном дополнении пояснение что-то без предоплаты. Лаборатория номер один. Опыт более 15 лет. И еще есть заказ курьера. Итак, соответственно, ну, если ваша корпоративная культура позволяет заигрывание вот такое, можете его использовать, это выглядит интересно и симпатично. Итак, наша аудитория потенциально любит всевозможные слова-магниты. Слова-магниты – это то, что можно получить бесплатно, то, что можно получить в подарок, то, что можно получить с льготами, то, что является доступным, где есть дополнительные купоны, что является недорогим, естественно, скидка и распродажа. Итак, в чем все? То есть в том, что доходит до того, что нет у нас ничего бесплатного, и доставка платная, и цены так себе. Интернет-магазин одежды дошли до примерка бесплатно, вот так вот, да, чтобы исключительно включить вот это вот бесплатно в текст объявления. Но если нужно повысить, вот бесплатно можно, в принципе, все, что угодно, любую консультацию там изобрести. Ну, вот примерка, допустим. Итак, общие рекомендации под составлением данного маленького кусочка текста, которое на самом деле нужно произвести в рамках продвижения в промышленных масштабах. У нас был слушатель, который сделал, написал 7 тысяч объявлений. Вот, причем одно объявление, одно ключевое слово. Так вот, на самом деле, для того, чтобы это быстро писать, нужно практиковаться и еще раз практиковаться. Так вот, общие правила, это требование по ограничению количества знаков, требование закона, ну, знание закона о рекламе, чтобы вы не пришли элементарно в систему рекламы, пытаясь продать то, что у нас запрещено. Ну, например, вот маленькая скрипка камеры у нас может сойти за шпионское оборудование, если у вас нет подтверждения, что это видеорегистратор, то, соответственно, вы нарушаете закон и так далее. Потом, требования модерации, которые мы озвучили в начале урока, желательно использовали такой рекомендации, как один запрос, одно ключевое слово. Это сложно бывает при больших объемах реализовать, поэтому одно объявление, одна группа, группа родственных, близких, ключевых слов, которые, ну, отличаются только, допустим, либо сокращениями, либо добавками и серия духовная квартира, духовная квартира в Москве, Москва, два квартира и так далее. Итак, обязательно УТП, что мы предлагаем, уникальное торговое предложение, до каких сроков мы предлагаем, только сегодня, либо до конца недели, если не до конца недели, то все равно мы фиксируем, если мы сроком не можем зафиксировать, мы фиксируем, осталось, например, 12 машин, осталось 12 квартир, то есть делаем предложение наше ограниченное. Ну, креатив, можем позаигрывать, задавать вопросы, потом, далее, можем вступать в диалог, и обязательно местный геотаргизм. Если вы показываете в регионах, то регионы любят, когда пишут, что, например, распродажа именно в Екатеринбурге, либо распродажа именно в Тремене и так далее. Так, соответственно, есть еще нюансы, пару нюансов, небольших. Если мы указываем стоимость, то наш сетя с вами падает где-то на 5%, но при этом конверсия по объявлению, она возрастает. То есть, может казаться, что цена неконкурентоспособна. Либо, например, у вас конкуренты продают дешевле. Но, если человек готов заплатить немного дороже, но при этом купить более качественный товар, то, соответственно, он перейдет к вам по объявлению. Если изначально не готовы платить те деньги, которые вы заявляете, то клика-то и не будет. Поэтому, если вы пишете цену и, скажем так, мотивируете ее, то вы экономите бюджет, к вам не переходит, но при этом берегу и более целевые люди. Итак, по поводу того, что цена неконкурентная или высокая. Как можно обыгрывать? Вот есть, например, отечественное производство, отечественного производства, например, какая-нибудь техника. Есть китайский вариант, дешевый. Это не Китай. Сходу в лоб. Это не Китай. Вот открывается страница, да, цена на 5 тысяч дороже. Но это не Китай. Вот думали мы с коллегами, как сочинить так, чтобы не отталкивать, тогда вот начали так вот прям конкретно писать. Это не Китай. Итак, если у нас доставка, то доставка еще бесплатный, бесплатный курьер. А вообще, если, в принципе, это есть, то это тоже наша крикабельность увеличивает, увеличивает нашу конверсию. Итак, что еще у нас есть? У нас есть быстрые ссылки. Про быстрые ссылки я вам много сказала. Обязательно не купите место на контакты. Контакты у вас и так будут, если вы пропишете виртуальную визитку. Она идет как к самой рекламной кампании в настройках, как отдельно Google можете написать. И если есть возможность, разворачивайте это как каталог. Итак, ну и виртуальная визитка. Виртуальная визитка заполняется у нас, ну, есть вариант в интерфейсе, в Excel заполнить. И когда вы это сделали, все равно перепроверьте. Вот print screen однажды пришлось писать рекламной кампании как раз для компании, которая находится в Красногорске. И вот адрес Красногорск, строительная улица дом 5. Но станция метро определена как телецентр. Да, поэтому все равно перепроверяйте, что там оказывается. Итак, ну, собственно говоря, это вот базовая теоретическая часть, чтобы написать объявление. Теперь я вам состоятельно рекомендую открыть Яндекс.Директ и постараться написать объявление, исходя из того, что было рассказано на занятии в течение последних 45 минут. Соответственно, обычно на курсе мы разбираем как раз вот как написать, как запустить. И по факту получается рекламная компания моя первая, которую можно дальше дописывать либо масштабировать. И соответственно попробуйте, поэкспериментируйте. И если у вас будут вопросы, я буду рада вас видеть в центре специалист на занятиях Яндекс.Директа. И ближайшая группа у нас будет 27 октября. 27 октября это будет группа выходного дня. Вот так вот. Приезжать можно в принципе не обязательно, но есть у нас группы по вебинарам, то есть есть которые подключаются и страны СНГ, то есть можно в принципе и отдыхая на даче послушать и все это написать. Рекламная компания проверяется педагогом и по выполнению рекламной кампании моей первой учебной как раз вставляется за счет. То есть обязательно требуем на то, что будет обучение. Если вы пойдете. Вот такая история. Итак, коллеги в зале, подумайте, пожалуйста, есть ли у вас вопросы. Да. Да. там есть такие консистические редакторы. Так. Они пишут такие? Нет, это пишет не редакторы, это пишет менеджер по контекстной рекламе. Называется директолог. Можно встретить контекстолог. Это отдельная профессия. Это мы сейчас говорим с вами про сервис Яндекс.Директ. Есть еще сервис в Гугле, Google AdWords. если вы войдете в Гуглу, там тоже будут объявления. И это другой, скажем так, другой поисковик. И там немножко другие форматы. Но обычно кто научился справился с Яндексом, вам приходите туда. Вот. По поводу данного направления. Развивается очень быстро. Очень. То есть то, что было, например, пять лет назад и сейчас, это небо и земля. появилось больше возможностей. Появилось, например, догоняется аудиторию в сети. Например, вот когда я начинала работать, показать по условиям, так называемым, ретаргетингом, когда у вас был уже человек на сайте, положил товар в корзину, а потом передумал покупать, а вы хотите ему напомнить, дорогой, ну ты же вроде бы почти созрел, ну кликни ты, заказать, и все. Так вот, раньше этого не было, сейчас есть. Причем пошли еще более интересные технологии. Технологии, например, у клуба лайк, показ по схожей аудитории и так далее. Вот, при этом у нас выдача персонифицирована, есть возможность повышать ставки, например, для женщин отдельно, для мужчин. Если вообще мы дошли до того, что есть возможность создать, ну вообще, в принципе, в рекламе, да, появилась прекрасная технология, показываться на основе вашей телефонной базы контактов. Да, то есть увидят только, например, Семен Иванович, либо Иван Семенович и так далее. Больше никто не увидит, увидят только, например, ваш список ваших клиентов. Все. То есть дошли до этого. И это еще больше сейчас, сейчас появится еще более интересная технология. Более того, то, что я рассказала, наверное, уже постепенно стрема. И появится через буквально полгода что-то еще новое, вкусненькое и интересное. А вот помимо вот этих знаний вот такому специалисту, какие еще знания желательные и университетные и университеты? Так, ну, во-первых, директолог нужно, если брать именно директолога, то базово директолог, он как раз знакомится с сервисом, учится, как писать, запускать. Ему необходимы также знания по аналитике. Аналитики, ну, есть, вот если я директу, Яндекс.Метрика у нас с вами еще есть. Яндекс.Метрика, она фиксирует, по каким запросам пришли к вам, да, как себя ведет аудитория на сайте, она вам прекрасно записывает с помощью такого сервиса внутри, в самой метрике, как визор, видеозаписи посещений. То есть вы можете как мультик, нажав на, ну, там в окошке на просмотр видеозаписи, увидеть, на какие кнопки, на какие иконки старается кликнуть посетитель, что привлекает больше всего внимание. Дело в том, что настроить Яндекс.Рек это половина работы, помимо этого, вот у вас поиск по рекламе приходит к вам на сайт, на посадочную страничку на сайте. Так вот, на этой посадочной странице должен быть продуман контент, то есть содержание. И вот вам необходимо будет после запуска, а еще уже перед запуском, анализировать, как максимально выгодно до второй прокрутки, то есть на первом экране. Вот это первый экран, да, если я начинаю листать, то это уже вторая, третья и так далее страница. Вот я начинаю листать, да, видите, вот у меня едет экран, соответственно, ваша задача, как только открылась страница на сайте, ну вот, предположим, я вот прихожу по этому, еще раз приду по этому объявлению, вот у меня страница до прокрутки, соответственно, ваша задача, чтобы когда человек перешел к объявлению, вот сразу же, до того, как я еще куда-либо пошла, был глоб, написан кричевое слово, и что вы предлагаете. И, соответственно, когда начинает идти рекламная кампания, можно будет анализировать, поэтому знание по счетчику Яндекс.Метрики, ну, это вот действительно будет необходимо, это вам пригодится. Более того, если дальше углубляться, то можно уйти в веб-аналитику, тоже отдельное направление у нас сейчас, и на основе данных по аналитике можно и сайт оптимизировать и запускать отдельные рекламные кампании на основе посетителей, которые были на сайте и так далее. То есть два сервиса, которые, ну, если вы хотите познакомиться с рекламой и как лучше на посадке представить, ну, вот это вот, да, действительно, чего можно воплощать и дальше от этого отходиться. По веб-дизайну? Так, ну, веб-дизайн, он тоже пригодится, но суть в том, что по веб-дизайну сейчас огромное количество уже шаблонов пошло, которые, если вы наберетесь опыта, вы сможете править. Здесь речь идет о том, чтобы, если вы окажетесь в ситуации, что вам нужно с нуля что-то сделать, чтобы вы элементарно понимали, что есть код, например, HTML, и этот код, он заложен в основе вашей страницы. То есть вот вы видите страничку так, да, и, например, простой маркетолог тоже страницу будет так. На самом же деле страничка наша это вот эта вот часть, да, это у нас код, вот, вот эта страничка, да, и если вы можете разобраться в том, что здесь написано, вы, соответственно, можете поправить это, да, это не значит, что вы должны быть программистом, но суть в том, что, ну, если там углубляться, есть разность тем управления сайтом и так далее, да, но если просто в странице на коде написано и вы можете поправить элементарный текст, не нарушив ее верстку, то, в принципе, дальше вы, ну, степ-вай-степ разберетесь, как, в принципе, сделать и как заказать это и как с этим, в принципе, дальше, как это, я бы сказала, усложняет, да, но как это сделать симпатичным и вот с точки зрения потребителя. Вот, вот такая история. Дизайн – это картинка, дизайн – это вот эта часть, да, дизайн, он может нравиться, может им нравиться, опять же, да, с точки зрения именно маркетинга, дизайн может быть серо-бурмалиновый в крапинку, если он выполняет свои задачи, если аудитории нравится, логотип из всех цветов радуги, пусть так и будет, значит, продает, значит, мы попали в точку, вот, и тут можно тестировать разные оформления, проводить разные подмены страничек, ну, АБ-тестирование проводить, чтобы как раз вот оценить, какой элемент работает, какой элемент не работает, вот, но, опять же, да, все исходя из того, достигает ли я свои задачи, регистрируется, не регистрируется, обращаются, не обращаются, так, вкусы у всех абсолютно разные. так, вижу сообщение от нашего вебинариста, от Макрия, боюсь ошибиться в фамилии, вы не могли бы мне так же написать на почту, которую я указала сейчас в чате, не наказать, а написать просто тест, вы не могли бы прислать презентацию с промо-урока, и я вам ответом вышла, потому что у меня есть у секунды, к сожалению, не будет возможности ее прислать, а если вы напишете, я вам отправлю ответным письмом вам. Итак, коллеги на вебинаре, есть ли у вас вопросы? Спасибо за то, что там хорошие тезисы, надеюсь, прогодятся в работе. Вопросы ваши? Вам нужно практиковаться, теперь идти это и сделать на практике. Вот. Я с вами. Если вам интересно это. Помимо рекламы, реклама это, смотрите, такое направление, которое требует от вас постоянного вливания бюджета. Постоянно, да? Ну, я имею в виду с точки зрения введения комплексного интернет-проекта, да? Есть разные каналы привлечения аудитории. Вот реклама, она идет в том моменте, когда у вас, ну, вот, извините, такое выражение, вот прям шаром покатит, как, вот, из моей практики, случай, звонок за полтора месяца до Нового года, Марина, Марина, есть склад фейерверков, фейерверков, на сколько миллионов, нужно продать. Вот других вариантов, как продать это с помощью рекламы, вливая бюджет и быстро разрабатывая лендинг с сайтом страничных, да? Нет. Если же у вас не такая экстренная ситуация, и вы предполагаете, что ваш компания, ваш проект просуществует больше полугода, то вам имеет смысл заниматься не только контекстом, да, чтобы прямо сейчас прекратить, ну, не прекратить, уничтожить голод в обращениях в компанию, стоит разработать грамотный, не грамотный, я бы так сказала, продуманный сайт, его оптимизировать под естественную выдачу, под поисковики, то есть под SEO, который у нас идет вот между блоками контекстной рекламы, да, то есть контекстная реклама, это вот вы положили деньги, завтра запустите, сможете даже сегодня запуститься, если пройдете модерацию. С естественной выдачей все немножко сложнее, здесь выход от двух, ну, я бы не до двух слова, 3-4 месяца и больше, но если вы сюда попали, вы признаны сайтом, который заслуживает доверия и, соответственно, поддержание позиций здесь, вам не потребует таких капиталовложений, нежели постоянно, чем путиться в контекстной рекламе, вот, вот такая история, но здесь все решает контент, сейчас, контент, контент, ресурс должен иметь уникальные, уникальные тексты, свое предложение, это не значит, что он должен предлагать что-то такое, чего нет на рынке, но он не должен содержать никаких повторов. а вот вы сказали по практиковации, там можно просто вот так проиграть с этим? Да, вы можете зарегистрироваться в Яндекс.Дирекция, погулять по интерфейсу, вот давайте, сейчас покажу, открою Яндекс, Вайга, в почту, да, я захожу в почту, дело в том, что если заводите почту, то вы соответственно получаете свой логин, да, вот, 2017, имея логин, вы можете пользоваться всеми сервисами Яндекса, и, например, вот я сейчас зашла в почту, и далее я напишу директ точка Яндекс точка Орла, и вот он Яндекс.Директ, да, но это просто тестово, чтобы показать, что там находится, вот, дело в том, что реальная рекламная компания могут позвать, потому что там есть коммерческие цифры по показам, сколько это стоит, да, то есть разглашение коммерческой информации, суть в том, что вот вы зарегистрировались в Яндексе, получите, ну, то же самое, пустой аккаунт, и здесь как раз вы можете создавать рекламную компанию, тестировать, вот, создать рекламную компанию, текстово-графическую, вот я сейчас вам текстовый вариант показывала, графика, это когда еще добавляется изображение, заходите сюда и смотрите, что здесь есть, здесь есть название, вот основные базовые настройки, то, что по Яндекс.Один создание рекламной компании идет, и далее, после того, как вы нажмете дальше, ну, я не буду сейчас заполнять, да, я покажу вам, как вот здесь, да, демонстрационно было, вы попадете в создание группы объявлений, и в группе объявлений как раз, ну, добавить в группу объявлений, у вас появится как раз интерфейс, где мы пишем наш текст, и вот мы играемся, и видите, здесь прям показывается базовый вид заголовок, и текст с доменом, и на поиски расширенный, вы когда заполните все здесь строчки базово, то увидите прям вот то, что будет показываться, уйдет на поиск, если вы пройдете в дальнейшем модерацию как в реальной жизни, и оплатите размещение, но поиграть, здесь посмотреть, возможности, посмотреть настройки, это абсолютно бесплатно, абсолютно можно в любое время сделать удобное, и здесь еще есть в Яндексе справка, помощь, и в справке есть, кстати, подседание о том, как, ну, что, ну, и как сократить, ну, как подконферизировать немного объявления, о 10, ее АИДы здесь нет, да, но здесь есть и информация, как разобраться в прогнозе бюджета, и есть подбор бюджета, но единственное, да, без, как-то там, не знаю, примеров из кейсов и так далее, да, то есть справочная информация, как устроено. Вот такая история. Так, да. У меня есть почта в Яндекс, и получается, вы достаточно. Да, вы за... Нет, это логин ваш, вы дальше, ну, там, директ.яндекс.ру, либо поиск в происке Яндекс.Директ вводите, и у вас будет страничка, страничка там будет такая, если вы никогда не пользовались Яндекс.Директом, будет начать пользоваться, ну, я не помню сейчас детально, как называется, просто я от другого аккаунта всегда делаю, не с нуля, и, соответственно, у вас получается начать пользоваться, и он вам предложит выбрать страну, и выбрать, насколько я помню, вашу денежную единицу, в которой вам все считать, предлагать, что-то выставлять. Вы подтверждаете это, и после этого вам будет предложено как раз сделать рекламную кампанию. Я что делаю? Я, чтобы показать, что там есть, пишу просто там производные какие-нибудь тест, 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 и вот как раз после этого у вас откроется вот такая страница «Моя кампания». Видите, здесь вот новый тест, это просто, чтобы зайти, показать сам интерфейс, что там может быть. И вы вот как раз получите возможность слова посмотреть, и бюджет посмотреть, и настройки посмотреть, и даже поиграться, сделать свое объявление. Ну, пока я не оплатил, их просто пока будет. Ну да, это будет игрушка, пока не оплачено, потому что показы начинаются только с того момента, когда вы оплатили размещение, и более того, сейчас оплата возможна после прохождения модерации. Раньше мы оплачивали, потом модерацию проходили, потом нам деньги возвращали, если мы пытались прорекламировать то, что запрещено, либо сертификатов, нет и так далее. Сейчас наоборот, все равно надо просить одобрения, а потом заплатить. То есть, немножко упростили такую задачу, да. А вы пополняете, соответственно, либо, это не вы, понимаете, то компания, либо если вы сами хотите себя рекламировать, это может быть агентство, агентство ведут рекламные компании, да, для своих клиентов рекламных, ну, рекламные агентства, диджитал агентства, интернет, маркетинговые агентства ведут эти рекламные компании тоже, промышленном масштабе, и они, соответственно, выставляют счета клиенту и далее на основе переведенных средств оплачивают рекламную компанию и тогда ведут ее разработку и как раз пополняют бюджет. Управление что вы досмотрите? Тоже выбрать компанию. Так, еще раз. Вот это вот действие? Ну да. А, вот это вот, то, что сейчас засветилось? Итак, дело в том, что здесь просто как пример тестово написано, да, то и в том, что в реальной жизни рекламной компании может быть и 100, да, предположим, вы написали, вы работаете на федеральном уровне и вы написали целую серию компаний для тюни, да, и вам нужно взять и все эти компании остановить. Соответственно, вот мы берем, открываем наш шакал, ставим галочку напротив рекламной компании, например, которую мы хотим остановить, и выбираем действие остановить, и когда мы нажмем выполнить рекламную компанию, встанут. Ну, чтобы не заходить по несколько раз в одно и то же, галочки внутреннюю компанию не вставить, есть возможность прямо из списка выбрать. Здесь возможность есть остановить, удалить рекламную компанию, поменять счетчики, счетчики, метрики, это вот как раз это, что вам сказала, для того, чтобы аналитику более глубокую делать. счетчики. Счетчик идет метрика, метрика.yandex.ru. Перейдя по адресу метрика.yandex.ru, будут предоставлены счетчики, и в этих счетчиках как раз будет собираться данные по посещаемости сайта. Ну вот, например, я сейчас зашла в счетчик, в счетчике отображены новые посетители, отказы под посещаемость, потом глубина просмотра средняя страница, здесь сайт гостиницы, поэтому 6 страниц просмотров средняя, средний объем. И далее, вот помните, я вам говорила, можно смотреть, как видны все посетители, это в визор, и вот нажав на проигрыватель, можно посмотреть, что делал реальный посетитель у вас на сайте, как вот этот сайт видел, куда он пытался зайти, все выглядит, как прям вот просмотр мультика. Вот можно ускориться, и отображается мышка, мышка, это мышка посетителя, и есть, видите, вот эти фиолетовые полоски, это его движение мышкой, я сейчас очень сильно поставила, чтобы просто время сократить, а так вот, данные хранятся в среднем за 2 недели. Видите, вот прямо, куда он там ходил, что смотрел, меню изучал, как. Бывает интересно наблюдать, как на разных устройствах, в разных браузерах по-разному это выражается сайт. Или про то, как человек пытается заполнить три раза онлайн-заявку, и с третьего раза не может разобраться, почему она у него не уходит. Вот такие тоже нюансы есть. Поэтому я вам рекомендую директ, если вы хотите заниматься совместить, обязательно с метрикой, без этого будет очень сложно. Будете гадать, почему работает, а что не работает. Вот, и суть в том, что по метрике вы когда, если пойдете там в отчеты, там в отчетах, ну, здесь просто реклама по этому сайту, который я первый открыла, не шла, но суть в том, что метрика собирает вам данные не только по рекламе, она собирает вам и по естественной выдаче по SEO, и по посетителям из социальных сетей, и так далее. Ну, вот рекламная система, сюда бы попал отчет. А так, если источники сводка, то вот трафик ваш, ну, по этому сайту трафик из, ну, прямые заходы, когда люди адрес сайта в строчке в строчке браузера ввели, переход из поисковиков, по ссылкам на сайтах и так далее. Ну, соответственно, все это можно разворачивать, поисковики и так далее, и так далее. Ну, в общем, на самом деле Яндекс.Метрика это целый отдельный курс и ставится она путем установки маленького кода на все страницы сайта. Сервис там по себе бесплатный, но в нем тоже надо дополнительно разбираться, чтобы им пользоваться. Итак, я хочу ответить на вопрос нашего слушателя. Моя почта представлена в чате. Чат. Сейчас, секунду, покажу. Вот чат. Посмотрите на экран. Чат в программе. Если вы не видите у себя в чате, то вот me.all и прилепская собака специалист.ру это адрес почты. Если коллеги вам нужна презентация на mprilepskaisopakospecialist.ru напишите я вам эту презентацию по которой рассказывала о текстах объявлений. Ну, я вам эту презентацию соответственно отправлю. Так, про сертификат я имела ввиду. На сертификат можете идти сдавать сами хоть сейчас, да, то есть там зарегистрируйтесь в Директе, вы получите доступ к Яндекс.эксперту и попадая в Яндекс.эксперт вы увидите возможность там проходить сертификацию. Все в том, что сертификация она состоит из серьезного такого списка вопросов, который включает и задачки, например, сколько заплатит рекламодатель размещаясь в блоке премиум-показов при условии что там у нижнего конкурента определенная сетя или поставка и так далее. Суть в том, что просто в нашем центре отдельно есть курс, который подразумевает подготовку к значению сертификации. Если с нуля, то с нуля надо пройти все. Если есть базовые знания, если есть навыки, то вы можете пойти на продолжающий либо просто на вопрос по значению сертификации, подготовка дней. Окончание не требуется, чтобы проходить, но чтобы подготовиться, можете это сделать. Так, если менять вопрос. Так, зачем в заголовках указывает сайт в конце после слэша? Сайт поставляется, может поставляться по формату, просто цепляться по формату в зависимости от места площадки, где размещение идет. Потом, если менять время акции в объявлении, то это не будет сбрасывать сетяр. Нет, сетяр это сбрасывать не будет, но начнет собираться он, соответственно, исходя из того, что написали. Если вы меняете слово ключевое, но текст не правите, тогда поменяется, сетяр будет сброшен. Так, либо удостоверение свидетельства. А вот про вопрос либо удостоверение свидетельства, к сожалению, не поняла. не дописан до конца. Итак, коллеги, есть ли сейчас у вас еще вопросы? А вот по поводу, не знаю, может, чуть-чуть сторонеет вопрос, но мне все-таки интересно, вот директоров все-таки ну, если это как бы должен, да, куда, наверное, предлагается опять служба по интернету? А, так и называется, есть в рекламных анистах, есть отдел контекстной рекламы. когда статус директоров вы платите службе для отдела? Ну, есть ОПА, есть стажер, есть младший специалист, есть специалист, гигучий специалист, зам, начальник отдела, начальник отдела. Выше стоят уже, например, сейчас скажу, там, допустим, ну, обычно, смотрите, агентства, они имеют структуру, есть производственная часть, да, там, где сила специалиста, программист, директор, и так далее. И еще есть аккаунт-менеджер, который работает с клиентами этих агентств, то есть ставит задачи, ну, ведут переписки, ведут общение с клиентами, да, то есть, как правило, сам заказчик, прямой, в крупных агентствах и общается с исполнителем, вот. И, как правило, вот у каждого вот этого отдела есть, они могут отделом называться департаментом и так далее, но у каждого блога, вот есть руководители, у него ведущие специалисты, которые объединять могут даже группы отдельные, и там уже есть, соответственно, и те, кто, ну, скажем так, отдельно может заниматься только планированием, только продажами и так далее, и так далее. Продажа имеется ввиду разработкой ну, скажем так, предложений для тех же клиентов, которые пойдут от аккаунтов и так далее. А вы знаете, на самом деле, я бы так сказала, ключевую роль во всем этом не тот, кто собирает запросы, играет, а тот, кто может сформулировать стратегически, как выглядят предложения в сети интернет, который пойдет. Ключевые слова это уже определение текущего спроса. У вас, например, реклама и естественная выдача, она отвечает на вопрос, который уже пользователь сам сформулировал. Например, купить ZTE 780, да? Он не, он уже должен знать о том, что это ZTE 80 есть, в идеале он уже должен готов его купить, в этот момент вы его цепляете, то есть вы не формируете сами спрос, да? Вы моду, ну, косвенно можете создать так, да? И ключевым делом то, что, да, подбирать запросы, подобрать корректные запросы важно, но эти запросы в ходе той же рекламной кампании в течение месяца меняются по 10 раз иногда. Вот, поэтому на самом деле самое, ну, ведущее положение занимает тот, кто как раз сдает вектор развития наш продукт, что мы продаем, по какой цене продаем, все то, что вот то, что мы сейчас рассмотрели, это промоушен, это уже промо, а до промоушена у нас есть как раз еще определение стратегии, определение, ну, наше классическое 7P продукт, продукт, который мы предлагаем, прайс, цена, по которой мы продаем, потом people, аудитория наша, и, кстати, еще люди, которые задействованы в процессах, процессы, которые это обеспечивают и так далее. То есть, на самом деле, это просто уже узкая специализация в нее, узкая. Если выше брать, там целый блок отдельный маркетинговый по управлению, и этот блок, он корни ведет не из интернет-маркетинга, а из классического маркетинга. То есть, вот то, что мы с вами смотрели, это всего лишь канал рекламы, продвижения, промоушен, узкий, маленький, единичный. Помимо этого, ну, на самом деле, если брать грабайна, минди, там, планирование и так далее, можно добавить еще минимум как 50 источников, откуда привлечь клиентов, да, и задача как раз, ну, скажем так, ну, то, кто, скажем так, политику во всем этом определяет, это мини как раз упаковать, сформулировать стратегию как продвижения, так и разработки товара, так еще и исследование того, пойдет или не пойдет. Вот. То есть мы сейчас с вами совсем узкую часть здесь ушли, но помимо этой узкой части есть еще целый отдельный блок маркетинговый, который пор не ведет из классического. Вот так вот, классика. На самом деле, у нас есть шикарный педагог по по классическому маркетингу, вот, и, собственно говоря, лучше всего, ну, скажем так, если вы не можете, если вам руководство не может сформулировать, что оно хочет получить из интернета, да, либо как, как это элементарно, какие цели, цели преследуются. Все в том, что перед тем, как отправляться, рекламировать, нужно сформулировать цель. Я хочу столько это обращение на что, зачем, почему и так далее, и по какой цене. Дело в том, что если что-то ценообразование, вы должны понимать, уметь высчитать, почему вы ставите цену либо выше конкретно, либо ниже, какая у вас от этого маржа. Вот. И это делается задолго до того, как мы обнаружим, что есть Яндекс.Директ. Вот. У нас есть курсик с Екатериной Давыдкиной, который ведет классический вот блок по маркетингу, да. Вот. Ну, естественно, со связкой, что есть у нас интернет-продолжение. Вот, скажем так, я вам рекомендую перед тем, как идти в интернет, четко сформулировать, что вы хотите оттуда, по какой цене, какая дача оттуда у вас должна, и только после этого отправлять сюда деньги. Иначе вы увидите, что, вот я начинала оффер-офер, вот этот разработка оффера, она и определяет, что в дальнейшем будет. Какие будут ключевые линии данные слова? Потому что один и тот же товар и продукт, можно предлагать разной аудитории, можно вообще из старых ретро-вещей разрабатывать, ну, предлагать их использование заново. Казалось бы, что это будет аудитория, ну, скажем, допустим, чуть старше меня, а можно привлечь даже 20-летних на это все, например, виниловые пластинки заново заиграли, да, и так далее. Вот, ну, я вот рекомендую все-таки сначала оффер с дедлайном и кодекшеном, например, та же политика лояльности. Вы когда идете рекламировать скидки акций, это должно быть связано быть с тем, что вы предлагаете. Вы должны в течение года попеременно крутить и так далее. Если ротация такой не происходит, да, это вот такие вот резкие, скажем так, движения, которые, но не подразумевают с вашими клиентами стабильной и долголетней дружбы. Важно, что к вам кликнули, купили, еще же вернулись. Вот такая история. Вы мне отметили на те мысли, которые еще в начале возникли. Как относится реклама в 20-м году вообще? Даже не говорили. Дело в том, что... Очень хорошо. Спасибо большое. Это очень приятно услышать. Дело в том, что у нас маркетинг начинался как разработка канала взбыта и дошел до маркетинга взаимоотношений с клиентами. Я рекомендую, чтобы понять, что сейчас происходит, куда все идет. Почему там начинаем так вот все получаются там отзывики, все так борются за то, чтобы хорошие были отзывы, за то, чтобы вас рекомендовали и так далее, и так далее. Просто видите интернет, эволюция, концепция маркетинга. И там как раз с начала века до сегодняшнего момента как раз как это нанизывается, очень прекрасно идет. И вот то, что мы сейчас здесь проговорили, это вот сейчас финиш. Но это финиш, еще один большой блок, и этот блок, я хочу сказать, он, ну, здесь была филология отчасти, да, корни к пиару можно свести, но маркетинг это экономическая дисциплина, и здесь нужно высчитывать, разбираться, как продать, как упаковать, каков взаимоотношения сейчас с аудиторией, то есть от канала взбыта все ушло, ну, я бы сказала, не то, что в пиар, да, но именно по, на рекомендации, потому что к рекламе все меньше и меньше доверия. У нас люди прекрасно понимают, что реклама это реклама. У нас очень много людей, которые просто элементарно по контексту не кликуют, смотрят только естественную выдачу, обходят. Да. Вот такая история. Ваше слово на данный момент, на данный по состоянию 30.09.2018. Так, есть ли у вас вопросы еще? Все? Ну, хорошо тогда, приходите еще.